всем привет ну что кто у меня тут скучал по вяленым томатом в общем то начинаем я в этот раз решила попробовать всякие разные помидоры чтобы в принципе понять в этом году не срезаю попки не вынимаю ничего ну принципе как бы я за такую более-менее натуральность в этом плане так что сейчас буду посыпать ну и отправлять что сушиться конечно же духовой шкаф так что посмотрим что получится по итогам это очень вкусно кто еще не пробовал крайне рекомендую и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот, в общем-то, так вот симпатичненько смотрится, но я же говорю, их надо заблокировать и нормально постирать, чтобы повылазил пушочек и чтобы было очень-очень красиво. Мне нравится этот узок, но, как всегда, у меня проблема в плотности один и второй носок, это какой-то кошмар, но что делать, хотя я вязала друг за дружкой, ну, посмотрим, я думаю, что блокаторы исправят. Вот, пока еще не взвешивала, взвешиваю, обязательно вам расскажу. Ну, все, пошла стирать. Всем привет, друзья! Ну что, быстрое включение, показываю вам вот, что вяжу. Как-то долго вяжу, но, тем не менее, я не сдаюсь, хочу его побыстрее закончить, потому что, во-первых, клиентка моя ждет, и, соответственно, у меня тоже тут есть определенные планы. Не хочу этот процесс растягивать надолго. Ну, вот, ну, ой, ужас какой! Очень мне, конечно, нравится этот переход, он меня подстегивает вязать быстрее, 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 для того, чтобы посмотреть, что в итоге получится. Вот, ну, в принципе, я уже относительно скоро, мне еще, наверное, сантиметров 10 примерно провязать, и я буду уже разделять на перед, ну, в смысле, на две полочки и на спинку. Ну, и тогда я думаю, ну, не факт, конечно, но я думаю, что пойдет дело веселее. Вот, так что, ну, вот, потихоньку бублик тает, ну, конечно, медленно, в принципе, расход пряжи, конечно, классный. Я думаю, что вангую грамм 300, наверное, уйдет, может быть, даже и того меньше, посмотрим. Так что вы можете сейчас тоже нажать на паузу, написать, сколько вообще, вы думаете, уйдет на большой, достаточно такой овер-кардиган 44-46 размер. Ну, овер, будет здесь большая свобода облегания по, ну, по талии, понятное дело. Вот, так что, пока что такие дела. Всем привет, у нас уже сегодня среда. Спешу поделиться с вами своими продвижениями, и, может быть, и не очень продвижениями, но, тем не менее, все равно. Хочу рассказать. Значит, смотрите, продвигается кардиган, я в прошлом включении на коленке показывала. Я уже распределила петли, получается, на перед и на спинку, и я стала вязать полочку. То есть, я буду вязать полочку, вывяжу, потом спинку вывяжу, и потом, соответственно, другую полочку. Ну, то есть, поэтапно буду идти. Вот, соответственно, то есть, как я уже говорила, это будет кардиган со спущенным плечом и, соответственно, с прямой щелевидной проймой. И, соответственно, все. Потом я буду вывязывать планку, ну, вот отсюда, да, и, соответственно, я буду потом вывязывать рукав из проймы. То есть, как бы, ничего сложного, супер простецкий кардиган, но, тем не менее, здесь нужно его неплохо так высадить, чтобы он не смотрелся, как будто это чехол от танка, но и чтобы он был не с чужого плеча, чтобы он был такой расслабленный, спокойный, кардиган на каждый день, под джинсы, под платье, ну, там, под все что угодно. Вот, это все еще идет первый бублик, у меня ощущение, что пряжа вообще, как будто, не заканчивается совсем чуть-чуть. Вот, поэтому, как это, есть у меня мыслишки, что расход будет вообще просто смешной, даже меньше 300 грамм, мне почему-то так кажется. Но, может быть, я и ошибаюсь, посмотрим, потому что здесь, в принципе, достаточно много, здесь что-то 200, ой, я забыла, подождите, 200, по-моему, 32 петли, что-то такое, ну, то есть, приличные, в общем, внушительные объемы. Вот, поэтому я, как бы, в принципе, сейчас все силы бросила на него, хочу закончить в ближайшее время. Так, значит, что, поехали дальше. Вот у меня готовые носочки, которые связались в рамках тестирования секретного описания. У Юли вяжу, у них еще нет названия, поэтому я вам, ну, как бы, не подскажу его, ну, потом, соответственно, в каком-нибудь следующем влоге расскажу, да, когда выйдет описание, дам ссылочку, чтобы его можно было купить. Вот, описание классное, все тут понятно, все просто, ну, тем более, в принципе, конструкция, как бы, носка. Я такие же носочки тоже сама вяжу, именно по конструкции я имею в виду. Вот, узор, конечно, мне очень нравится. Он, на этой пряже смотрится красиво, этот узор, он такой рельефный. После стирки он немножко, конечно, ну, что? После стирки он, конечно, чуть-чуть стал более плоским, не таким выпуклым, как был. Но, тем не менее, все равно мне нравятся такие то ли колосочки, то ли какие-то, я не знаю, соты. Вот муж у меня посмотрел, говорит, у меня напоминает очень на соты для пчел. Ну, в смысле, пчел где живут. Да, я мастер объяснений, как всегда. Вот, пяточка, ну, вот такую, как я обычно вяжу пяточку. Ну, и здесь клин подъема, все красиво, все замечательно. Вот, и прикольно, что я всегда вяжу резинку, да, можно, в общем-то, как-то, шаблон поломался немножко, что необязательно вязать резинку, и все равно, конечно, будет замечательно. Так, напомню, если вдруг кто-то только подключился, это пряжа Regia Premium Merino Yak. Так, единственное, что я цвет не знаю, потому что я выбросила этикетку почему-то прям сразу же. Вот, но он очень красивый, вот сейчас он вам правильно передается. Может быть, чуть-чуть он все-таки чуть-чуть поспокойнее, но вообще вот переливы классно передается. Вообще, в принципе, мне понравилась пряжа. Посмотрю, как будут в носке эти носочки, я оставляю себе для того, чтобы протестировать пряжу. Мне интересно, да, как бы стоит она не совсем дешево, не бюджетная, поэтому мне интересно, за что мы платим, да, такую внушительную сумму. Вот, но тактильно мне очень понравилось. Я вязала на 2,5 данные носочки, потому что, ну, вот под мою плотность, под эту пряжу, 2,25, мне показалось, сильно будет забитым, ну, а больше, естественно, я как бы носки вяжу только на супертолстой пряже. Здесь в 100 граммах 400 метров, и пряжа сама, знаете, есть такая пряжа, которая такая более такая, ну, как это сказать, сопливая, что ли, я даже не знаю, как правильно, ну, такая потоньше, хотя по метражу они как бы вроде схожи. Здесь она такая сама по себе пухленькая, упругая, ну, в принципе, кто вязал, я думаю, знает, кто не вязал, присмотритесь, я думаю, что эта пряжа интересная, но, опять же, я хочу протестировать, потому что очень многие говорят, что она пилингуется просто как-то, как-то неприлично. Вот, значит, вот такие вот носочки, ну, мне кажется, очень такие симпатичные, как вы, напишите ваше мнение, мне кажется, они такие прям красавчики. Вот, останется их сейчас фотографировать, ну, естественно, чтобы потом дать отчет по поводу, по поводу того, ну, что тест завершен, и носочки протестированы. Так, значит, это вот готовая работа. И у меня тут начался процесс. Иди-ка сюда. Значит, это носочки. Вот, для моей подружки у нее будет скоро день рождения, и, в общем-то, она заказала носочки в качестве подарка. Очень любит носочки мои связанные. Я ей, сколько, не помню, две, две, три, не помню, сколько, в общем, пар я ей дарила. Дома достаточно прохладно у нее, плюс скоро будет, да, этот момент, когда, ну, я надеюсь, что, может быть, не очень прям скоро, но, тем не менее, все равно будет момент, когда еще не включили отопление на улице, еще пока что, точнее, уже прохладно. Вот, ну, поэтому, возможно, что как раз пригодятся, да, носочки. Вот, значит, что, я вяжу самое обычное, как я обычно вяжу на 60 петлях. Все, в общем, точнее, нет, я соврала, да, вам. Не на 60, 56 петель я здесь набрала, потому что у нее чуть меньше нога, чем у меня. И я вяжу на 2,5, часто я вяжу эту пряжу на 2,25, ну, вот, в данный момент мне захотелось на 2,5, поэтому я решила набрать чуть-чуть поменьше, чтобы, потому что у нее часто, когда я вяжу на 60 петлях, у нее вот здесь вот паголинок, ну, так, достаточно свободненько. Так, значит, ну, и что касается пряжи, это пряжа из моего магазина Визомания Шоп, да, как мне написали комментарии, что, в общем-то, абсолютно нормально на своем канале рекламировать свой магазин пряжи. Ну, я согласна, если честно, потому что я постоянно что-то как-то то стесняюсь, то еще что-то, но, да, не надо стесняться, как поет небезызвестный нам Иван Дорн, поэтому давайте расскажу. В общем, эта пряжа продается у меня в магазине, это пряжа Кальзитерия, вот, ее еще достаточно прилично, ну, в наличии конкретно данного цвета, цвет очень красивый, мне напоминает что-то такое ягодное, знаете, понамешано, причем такое ягодное осеннее, я бы так сказала, здесь нету каких-то вырви глаз цветов. Очень симпатичный, на самом деле, оттенок, вот, поэтому обратите внимание, здесь, значит, 380 метров на 100 грамм, она такая достаточно пухленькая, ну, хотя, в принципе, я бы сказала, что здесь 400 метров на 100 грамм, но производитель заявляет 380. Вот, девочки, я знаю, вяжут вообще разными спицами, кто-то на двойке вяжет, кто-то на 2,25, кто-то на 2,5, я вяжу 2,25 или 2,5, 2,25, если мне хочется прям такие поплотнее носочки, 2,5, если хочется более такие, ну, не прям, конечно, воздушные, но тем не менее. Вот, так что вот такая вот замечательная красота, значит, по стоимости это получается 13 рублей, и это, вот, я, как всегда, забываю, сколько это в российских рублях, подпишу вам. Вот, но уже очень много человек вязала из этой пряжи, не конкретно из этого цвета, а вообще из этой пряжи, ну, на самом деле, хвалят, плюс я вязала тоже уже не одну пару носочков, и я довольна, знаете, то есть я не хочу продавать в своем магазине какую-то пряжу, а бы какую, то есть я хочу продавать качественную пряжу, чтобы мне за нее не было стыдно. Вот за кальзетерию, реально, я прям ее готова ей оды петь, потому что, во-первых, и переходы цветов прикольные, то есть она, как бы, кто не очень, может быть, любят жаккарды или какие-то там полосочки, она вот такая вот рябая, симпатично ложится, и, ну, так достаточно нежно смотрится. Вот, носочки аккуратненькие, красивые, ну, вот, я думаю, что вы видите. Она, как бы, такими микрополосочками ложится, даже не полосочками, а больше такими, ну, как секциями, наверное, так это можно назвать. Вот, классно носится, проживает, вообще переживает все, что можно, ну, так что, в общем-то, и в машинке можно стирать, так что приглядитесь, и сейчас в магазине буквально, я надеюсь, через дней 5 приедет большая насночная поставка, больше 20 килограмм носочки приедет, будет немножко однотонной, будет с хлопком, и будет кальзетерия, но она будет тоньше, 420 метров на 100 грамм, очень красивая расцветка, в смысле, расцветки. 11 цветов приедет, ну, в общем, поэтому, девчонки, кто еще вдруг не знает о магазине, я оставляю все контакты, проходите, подписывайтесь, ставьте колокольчик, потому что, в общем-то, планы грандиозные. Вот, так что будем с вами вязать носки, впереди у нас прохладное время, мне кажется, ну, когда, как не сейчас вязать носки, особенно из классной пряжи, качественной, вот, доставка по всему миру, где есть почта с ДЭК, ну, все какие-то, да, почтовые службы и службы доставки. Ну, и, соответственно, оплата тоже самое, да, в принципе, сейчас, слава богу, такое время, что можно оплачивать с любой вообще практически точки земли. Так что, если что, пишите в директ, все вам скину, расскажу, какие оттенки и расцветки есть сейчас в наличии, ну, и, соответственно, какие приедут, потому что можно оформить уже предзаказ. А вот, так как, как обычно, в первые дни, да, поставка сильно худеет, назовем это так. Вот, в общем-то, все, поэтому, соответственно, вот я вяжу носочки, да, вяжу кардиган, ну, носочки, то есть мне не надо прям сию секунду бежать, да, потому что мы в ближайшее время не увидимся, ну, и, соответственно, у меня есть время повязать. Вот, поэтому сейчас я основной, все свои силы, да, скажем, бросаю на этот кардиган, хочу поскорее его закончить, отдать своей клиентке, чтобы она уже спокойно носила, потому что у нас, в принципе, погода сейчас, ну, можно сказать, позволяет носить этот кардиган. У нас примерно от где-то 18 до 21, примерно так, иногда бывает чуть жарче, иногда бывает чуть-чуть попрохладнее, да, плюс какие-то дождики пошли пасмурно, поэтому вот такой уютный кардиганчик, это будет само то. Так, что еще я хотела сказать, значит, итоги розыгрыша мы подвели с вами в прошлом влоге, я уже сегодня отправила победителям, значит, в подарки, да, только, господи, победителям, короче, розыгрыша отправила в подарки, вот, поэтому надеюсь, что они в ближайшее время получат, ну, и уже тогда поделятся с впечатлениями. Вот, в общем, что я хотела сказать, прошу прощения, у меня под окном ребенок какой-то катит какую-то, типа, машинку или что-то еще, может быть, не ребенок, но, тем не менее, какой-то посторонний звук вы будете слышать. В общем-то, что, розыгрыши впереди будут, вот, и будут, будет не один розыгрыш, поэтому самое время, если вы еще не подписаны, подписаться, вот, потому что розыгрыши обычно всегда, вы должны быть подписаны на мой канал, ну, мне кажется, это очевидно. Вот, и, соответственно, тоже смотрите каждое видео для того, чтобы, я не буду говорить, в каком видео, где что будет, для того, чтобы, ну, во-первых, вам было интереснее, во-вторых, я пока сама еще не решила, в каком видео, где будет розыгрыш. Но подарки, поверьте, классные, я стараюсь подбирать подарки, то есть, это будет не только пряжа, но это все околовязальное и очень такое классное, вот, так что, если уж я не могу порадовать каждого из вас какими-то посылками, подарками, то хотя бы вот через рандомные какие-то моменты, один-два человека в каждом розыгрыше будут получать что-то приятное. Я надеюсь, что вы это оцените и, скажем так, с таким большим рвением, да, с таким приличным будете смотреть видео и участвовать, вот, потому что мне это всегда очень приятно получать от вас обратную связь и, ну, понимать, что мы с вами на одной волне. Все, в общем, что, буду закрепляться, а то я сегодня какой-то болтун-болтун, тогда пошла вязать и до следующего включения, хорошего всем дня и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, друзья! Ну что, в общем, подвожу итоги. Конец недели вообще непродуктивный, потому что мы заболели все вместе, и как-то особой силы и времени нету, да и желания, честно говоря, нету, хочется просто поваляться и так далее. Ну, как часто бывает, что когда ты не очень себя чувствуешь. В общем, приехала поставка пряжи большая, огромная, и первая часть приехала, приедет еще и вторая. Вот, ну, в общем, короче, как-то будем делать. Вот, прошу прощения за свой гнусавый голос, ну, потому что в нос пока разговариваю. Так что, в общем, чуть попозже покажу вам обязательно, что я навязала, но там немножко. Итак, всем привет, смотрите, в общем, это финальное заключение, да, буду завершать. Соответственно, вот только, да, как я продвинулась, то есть я вяжу переднюю полочку на нужную мне высоту, потом буду делать скос плеча, ну, и, соответственно, пройму, да, здесь для рукава формировать. Потом буду спинку, ну, и точно так же будет вот с этой полочкой. Вот, поэтому, конечно, да, видите, огромная у меня работа проведена, ну, сколько есть. Так, поэтому все остальное у меня не продвинулось. Вот, и я вам, было какое-то включение, я вам показывала платье, да, свое космическое, которое я вязала. В общем, что я сделала? Я отрезала длину, ну, точнее, как распустила. Вот, смотрите, одна часть, и вот вторая часть, вот эта длина, быр-быр-быр-быр-быр. Вот, короче, у меня получился джемпер, мне надо только сейчас, видите, как совдолик, донигал подваливается, и край, то есть его, по сути, можно вообще не закрывать, он вот так вот прикольно держится. Вот, но я, наверное, все равно закрою, а чтобы петельки были все закрыты, еще разок постираю, потому что он кривой до ужаса, в плане того, что, ну, пряжа косит, даже когда уже, вот, постирана, заблокирована, каждый раз она все равно косит по-своему. Так что у меня получился вот такой вот джемпер. Я вам сейчас просто даже горловину покажу, чтобы вы понимали, насколько он косой. Вот, смотрите, это ровная горловина, вот. Ну, то есть это просто трэш, конечно. Меня это, честно, не напрягает на теле, оно как бы выравнивается, все хорошо. Но вообще ощущение, что это я какая-то косая, да, совсем не умею вязать, там, я не знаю, какие-то моменты, но вот так она косит. Вот, ну и, соответственно, вот такой вот джемпер. Сейчас я вам попробую показать. Вот, смотрите, вот, он лежит ровно. Ну, то есть вот, видите, да, насколько косина идет. Ну, ничего страшного, меня это, честно говоря, как я уже говорила, абсолютно не парит. Я его постираю и постараюсь еще разок заблокировать хорошенечко. Ну, вот, соответственно, поэтому закрою низ. Буду носить просто как джемпер. Вот, а это тоже самое, соответственно, распущенный край. Вот он, я его закрою. И это будет просто снуд. Вот, и у меня еще есть 50 грамм этой пряжи. Я уже подумала, может быть, себе шапку связать, чтобы был такой полноценный тоталук. Потому что, как я уже говорила, мне пряжа нравится. Мне очень нравится цвет. Прошу прощения, очень сильно засвечивает, наверное, совсем. Ну, в общем, короче, мне нравится. Но я считаю, что пряжа реально дорогая для своей, ну, скажем, колкости, для своих свойств. То есть, ну, в принципе, мне кажется, что она дороговата. Это лично мое мнение. Никого там не призываю, не этот самый. Вот, поэтому я хочу просто вывязать в ноль. И, соответственно, все, не будет больше у меня этих запасов. Вот, так что вот такой вот получился трансформер. Но, если честно, я довольна. Я долго на это решалась. Что-то я, с одной стороны, вроде мне было жалко. Потом я что-то передумала. А потом я думаю, а чего жалеть, если оно лежит, вот просто лежит, как дурачок. И я не ношу, потому что этот пузырь на попе меня дико раздражает. Я не помню, говорила, не говорила. Но я хотела избавиться, да. Было платье. Но я его вязала достаточно свободно, но оно усохло прилично. И оно стало достаточно мне по фигуре. Меня это не устраивает. Любые, как бы, приседания, очень большой пузырь на попе и под попой. Ощущение, что я не дошла до туалета так конкретно. И, конечно, ну, как вы слушаете, но меня это не устраивает, потому что пряжа классная, платье классное. Носить его не могу. Вот, поэтому у меня есть пряжа на платье от видового. Я все не оставляю себе желание, да, сделать от видовое платье, но я его буду вязать просто, знаете, на чехол на диван. То есть огромное платье со большой свободой облегания, чтобы нигде ничего не облепало. И за счет этого не будет собираться вот этот пузырь на попе. Ну, по крайней мере, я так думаю. Так что я еще собираюсь с мыслями и думаю, как это лучше сделать. Вот, ну, а вот здесь вот будет у меня замечательный джемпер, который я буду носить точно намного чаще с джинсами. Этот цвет классно смотрится, твит мой любимый. В общем, я имею в виду твитовый эффект. Вот, так что такие дела. В общем, ладно, на этой для меня позитивной ноте буду с вами прощаться. Давайте я уберу его из кадра, то у меня ощущение, что здесь просто какой-то невероятный идет засвет. Вот, говорю вам огромное спасибо за то, что были вместе со мной эту неделю. Я все-таки решила перевернуться, а то как-то не очень симпатично. В общем, говорю вам огромное спасибо за просмотры, за то, что были со мной эту неделю. За то, что вообще смотрите, поддерживаете любые ваши реакции. И все для меня это, конечно, очень-очень ценно. Вот, если вдруг вы еще не посмотрели в инстаграме, пришла новая носочная поставка. Просто невероятных цветов. И она, на те цвета, на которые, если честно, я не обращала внимания, они просто улетели. Одна бобина вообще килограмм улетела сразу за минут 10, наверное. Вот, я, если честно, так немножко как-то в шоке. Вот, жду еще вторую поставку. Там будет еще такая же пряжа просто, ну, дополнительно, да, чтобы, как бы, скажем так, всем хватило. И там еще новые позиции будут. Так что, если вы вдруг еще не в курсе, добро пожаловать. Виза Мания Шоп вас ждет. Ну, а так все. В общем-то, неделя оказалась не самой продуктивной с точки зрения вязания. Но ничего, зато другие сферы достаточно активны и продуктивны. Так что я желаю вам хороших выходных. Надеюсь, что вы здоровы, берегите себя. Потому что сейчас, ну, у нас такое небольшое похолодание. Мне кажется, очень легко заболеть. Потому что, вроде, еще не хочется сильно одеваться, но уже, знаете, чуется осень. Так что берегите себя, своих близких. Надеюсь, что у вас все хорошо. Если вам видео понравилось, ставьте лайк. Давайте поболтаем в комментариях. Расскажите, как у вас дела. Какие проекты на спицах. Может, у вас вообще какие-нибудь новенькие есть покупки, пряжи, спиц, вообще что-то. Вы хотите чем-то поделиться со мной. Обращайте внимание. Я не знаю, что делать с этим пухом. У меня, видите, растут новые волосы. И это вот этот подшерсток. Это просто что-то с чем-то. Вот. Я просто смотрю на себя. Мне так смешно становится. В общем, что. Как обычно, по традиции, да. Я желаю еще раз всего вам хорошего. И тогда до следующего видео. Пока-пока. Всем привет, друзья. В общем, тут не совсем визуальный контент. Хочу с вами просто поделиться. Я, в общем, нежданно-негаданно шила платье. В общем, оно еще не отглажено, понятное дело. Его надо подгладить. Но сам факт. Я, честно говоря, не умею шить. Я шила одну наволочку всего совсем чуть-чуть. И как бы все. Но мне что-то так сильно захотелось пошить, что я, в общем, взяла ткань, какая у меня была. Я сделала, приложила просто как бы свое старое платье. Чик-чирик, чик-чирик. И как-то вот, собственно говоря, готово. Вот. Оно, ну, самое простое, да. То есть тут ничего. Ничего тут какого-то фешенебельного нет. Тут ткань самая простая. Вот. Тут что-то там синтетика, хлопок. Ну, что-то, короче, такое. Ну, в общем, летние. Еще когда будут жаркие денечки, я думаю, что я успею поносить. Еще, возможно, его возьму с собой в поездку. Вот. Ну, в общем, я, честно, могу сказать, что я очень довольна. Практически горда. Вот. Хотя, конечно, я вижу косяки. Но мне кажется, для первого платья очень даже ничего. Я вставлю вам фотографии, как оно смотрится на мне. Вот. Ну, что? Короче, я доволен. Что еще вам могу сказать? Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.